Добрый вечер! Вы знаете, обращаются коллеги Леонид Сакович или Леонид? Да на самом деле, как хотят. Я всегда дергаюсь, когда говорят Леонид Сакович. Не из-за того, что у меня такое яркое украинское отчество, а потому что сразу дают понять мне, что мне уже не 20 лет. А вот к этому я привыкнуть не могу. У вас есть любимые места в столице? В столице Украины? Ну, наверное, я не буду оригинальным. Это Кейско-Печерская лавра. Я очень люблю... Ну, два-три раза в жизни бывал. Я люблю Андреевский спуск. Скажем так, булгаковские места. Киев вообще замечательный. Один из самых зеленых городов мира. Вашему творчеству, которым вы сейчас занимаетесь? В первую очередь, наверное, кино. Потом телевидение, театр. Телевидением я почти не занимаюсь вообще. Вам не интересно или... Уже не интересно. Все такое какое-то тиражированное, желторозовое, понимаете, да? И мы виним в этом зрителей. А зрителей винить нельзя, если бы мы им предлагали что-то другое, талантливее, изобретательнее, красивее, эстетичнее. То есть зритель бы стал другим. А мы их все время корпуем, как нелюбимых каких-то домашних животных. Знаете, то, чего самим не надо. Вот так нельзя. Поэтому мы имеем уже несколько поколений зрителей, которые вообще не знают, что такое хорошее кино, что такое хорошее эстрадо, что-то превратилось в такой кривой зеленый. Но мы сегодня увидим хорошего Леонида Ярмурника. Я не знаю, что мы увидим, но для меня это тоже своеобразный эксперимент. Вот я таким наездом, но на самом деле могу вам сразу сказать, что это будет почти импровизация. Что из этого получится, зависит и от меня, и не только от меня. Там же есть еще артисты, режиссеры и операторы. Получится, я буду рад. Добрый вечер всем. Добрый вечер пришел. Там в выходные дни, он, как всегда, знал, всю родину в доме. Знаю, у всех братьев на тюрьмане. Прошу, чару, брату, та коханя. Для людей, дорослых, да молочи, да серьёзно, про серьёзные речи. Пусть тем, кто превратил. Пусть тем, кто превратил. Пусть тем, кто превратил. Дамы и господа, я приветствую всех, для кого вечер выходного дня – это не просто вечер. Встречайте аплодисментами. Сегодня наш специально приглашенный гость. Добрый вечер. Добрый вечер. Леонид Ермальни. Дорогие друзья, наверное, первый вопрос, который у вас возникает – чего это я сюда припёрся, да? Молодёжная программа, и я сюда пенсионер в моём возрасте. При этом знаю, что программу вели уже и Куценко, и Башаров, куда мне до них. Я вам честно скажу, есть ещё порох в Пороховницах. И не только в Пороховницах. Так что я ещё могу соответствовать, и легко вам это докажу. Девочки, можете вернуться ещё разок? Фонограмму дайте. Добрый вечер. Ну что, обратили внимание? По моей просьбе, девчонки это делают зажигательнее. А вы говорите – пенсионер. Ну что, начнём. Сегодня в программе. У тебя в голове только девочки и алкоголь. Это ты сейчас кому? Изведи! Всей семьёй действительно смотрим эту замечательную передачу. Не только потому, что там звучит мой голос, а потому, что смешно. Налей мне виски, человек. Пусть всем добрый вечер. В жизни есть вопросы, которые нам задают дети, к которым никогда невозможно подготовиться. Рано или поздно наступает такой момент, и ребёнок тебя спрашивает. Папа, откуда берутся дети? В первую секунду ты тешишь себя иллюзией, что тебе это послышалось. А потом он повторяет. Папа, откуда берутся дети? Что такое секс? И ты напрягаешься, и думаешь, как ответить. И в этот момент понимаешь, что когда появляются дети, то к этому времени ты уже забываешь, что такое секс. То есть, есть дети – нет секса. Нет детей – есть секс. Но вопрос есть вопрос, и ты напрягаешься, вспоминаешь всё, и реанимируешь в себе воспоминания о сексе. А потом уже подбираешь те слова, в которых удобно это объяснить ребёнку. Слушай, а как время-то летит, а? Дети повзрослели совсем. Да, Костику уже семь. Восемь. Наташке девять. Десять. Слушай, может, пока дети в школе, мы зашём? Ой, паяй. Паяй. О, привет. Привет. У нас к вам серьёзный разговор. Вот именно после таких слов я узнал, что вы у меня будете. Ну-ну, рассказывайте. Мам, пап, откуда берутся дети? А у нас дома есть секс? Ну, пора бы, наверное, объяснить уже детям. Блин, да, конечно, я забыл, там в гараже свет горит. Не сидеть. Давай, Костя, ты оставайся с папой, он тебе объяснит, откуда, куда. Пойдём, Наташ, а я поговорю с Наташей отдельно. Валя. Костя, садись, Костя. Сынок, вот, ты уже совсем взрослый и имеешь право знать всю правду. Смотри, мы с мамой тебя в магазине купили, а сестру твою нам на сдачу дали. А Димка во дворе сказал, что из-за того, что родители занимаются сексом. Правильно сказал, все люди рождены для того, чтобы заниматься сексом. Вы же вчера с дядей Валерой на кухне говорили, что мы все рождены, чтобы завтра сдохнуть. Правильно. Секса нет, лучше сдохнуть. Есть дядя и тётя. У тёти, тётя это цветочек, а дядя это пчёлка. И вот когда пчёлка прилетает на цветочек, она его пыляет. Получается, папа пчёлка, а ты цветочек? Да. И вы занимаетесь сексом? Да. Нет. Папа, почему мама орёт по ночам? Это секс? Да нет, не секс. Если бы это был секс, мама бы не орала. Мам, а что такое оргазм? Вот, чё не знаю, того не знаю. Ну, оргазм это, как тебе объяснить, это, ну, это, как деньги в старой куртке найти. Это как школа. Ты ходишь, 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 а потом так раз и закончил. Значит, у меня оргазм будет на выпускном. Не, ну, старик, это идеальный вариант. Мам, а у вас с папой первый секс был по любви? Если честно, по пьяни. Понимаешь, сынок, тебя родила мама. А как? Ну, она очень радовалась. Дорогая, какие впечатления с первым годом? А это незабываемо! Вот ты бежишь по рамушкам на поле, по ладам! А ты, папа, радовался? А, как больно! Очень, сынок. Когда мне можно будет заняться сексом? В 22 года. 14 лет. Ну что, теперь все понятно? Ничего сложного, да? Ну, такое. Ну, хорошо, попробуем объяснить более наглядно. Да? Мы стесняемся детям объяснить, что такое секс. И пчелой вместе с пестиком заменяем мы истинный процесс. Магазин, где дают детей, в целом мудренней анатомии. В овощах под капустою мы находим глаз, нам так спокойней. Что за капуста такой еще магазин и пчела? Все, кто угодно, но лишь не мать, нас на свет сразила. Ну, может, хватит. Ну, что за грех? Дома есть интернет и телевизор. На свет живет. Показал 9 лет. С этим разобрались. Пошли. Стоять. Мам, пап, а кто такие геи? Всем добрый врачей. Смотрите, вот такой абсурдный интернет-сант человек. Появились на свет в Приморском крае, затем детство прошло в Украине, во Львове. Да, я школу заканчивал во Львове. Кстати, вчера мне звонил Хабенский, Костя, он снимается во Львове. И он более случайно оказался в школе, которую я закончил, в 48-й школе. На съемке оказался? Ну, как-то он там оказался, он говорит, когда я сказал, что я тебя знаю, здесь меня на руках носили. А скажите, в Москве у вас есть дочь, которая закончила совсем недавно бывшее учебное заведение, и никак не связана с театром, не связана с кино, занимается, если не ошибаюсь... Она строгоюду закончила. Как это объяснить? Как это правильно называется? Стеклом? Нет, она занимается стеклом, она художник, дизайнер по стеклу. У вас дома что-то есть от вашей дочери? Ну, что-то есть, она делает, она участвует в выставках. Вот, ну, у них есть как бы такая прикладная часть, есть дизайнерская часть, там стекло имеет много форм, и поэтому она умеет все, и в зависимости от того, к чему душа лежит, или к тому, на какие заказы ее провоцируют, это иногда бывают витражи и дом, или дома, это бывают прикладные какие-то игрушки, это бывают посуды. Она никогда не хотела быть актрисой? Ни разу в жизни, слава богу. Нет. Как отец радует, это не факт. Конечно, но жуткая профессия для женщины, актрисы. Всем добрый вечер! Вы знаете, в эпоху медленного интернета и плохой телефонной мобильной связи, даже если семья живет вместе, они очень редко видятся. И поводов, в общем, не так много. Ну что, свадьба, я не знаю, юбилей какой-нибудь, или, например, оглашение, завещание бабушки. Поразительная вещь, когда вы первый раз встречаете свое чадо, когда оно приходит домой в нетрезвом состоянии. Ни в одной семье, никто, сколько бы членов семьи не было, не хотят пропустить один очень важный момент. Когда ваше чадо делает первые самостоятельные, правда неуверенные шаги во взрослую жизнь. Ну и зачем ты включил свет, если все равно никого не видишь? Ну-ка, вернись! Свет! О, привет! А вы еще не спите? А ты знаешь, который сейчас час? Ого! Это вы до четырех утра меня ждали, чтобы спросить, который час? Ты как с матерью разговариваешь, а? Че? Ты что, пил? Папа, я не пил я. Хорошо, если не понимаешь, я переставлю слова. Что ты пил? Ну, па, ничего не пил. Так, ты мне еще врать будешь сейчас? Ну, па! Ну-ка, давай, снимай штаны, я сейчас тебе задам жару. Ой, как я давно от тебя этого не слышала. Что ты говоришь? Я говорю, посмотри на него, он же издевается над нами. Так, тихо! Сейчас я с ним поговорю. А ну, дыхни! Не сдевается над нами. Сильней дыхни! Дыхни нормально! Дед, я не понимаю, ты проверяешь или похмеляешься? Шах! А я знаю, что ты к Петровне не за шиповником ходишь. Ай! Не пил он! Пап, ты чего, а? Как это, не пил, если он на ногах еле стоит, а? Вот так! Я не понимаю, по какому поводу праздник? А мужчине не нужен повод, чтобы... Выпить. Ну, честно. Ну, почему ты молчишь? Ну, скажи ему что-нибудь. Это все твое воспитание. Нет, это твое воспитание. Сядь! Ну, хорошо. Я поговорю с ним сейчас. Саживайся, Пап. Ты чего творишь, а? Тебе пятнадцать лет. А то же пьешь, под девком шляешься. Черт знает, когда домой заявляешься. Господи, как же я тебе завидую. Все, мать, мое терпение лопнуло. Вырастили на свою голову. Повод хоть был? Был. Какой? Нам водку продали. Чего, чего? А ты знаешь, что я в твоем возрасте вообще не знал, что такое водка и спиртное? Папочка, сочувствую. Как ты с отцом разговариваешь, а? Знаешь, что я сейчас делаю, а? Я сейчас позвоню твоей Ленке и скажу, что ты натворил в каком-то виде приперся. Пап, мне надо. Потому что стыдно? Нет, потому что у него там ситуация похлеще еще, чем у меня. А, тогда другое дело. Что ж ты, что ж ты за ребенок такой, а? У всех дети как дети. А у меня недоразумение какое-то. Мам, ну прости. Прости. У тебя в голове только девочки и алкоголь. Это ты сейчас кому? Сейчас ему. А, тебе. У нас в твои годы совсем другие интересы были. Конечно, ты же меня в 15 родила. Так, замолчи, а. Ты бы лучше со старшего брата брал пример. Не пьет, не курит. Ну естественно, в 22 года язва и закодировался. Прям пример для подражания. Дед, ну хотя бы ты что-нибудь скажи ему. А что тут говорить? Я за тазиком пошел. Так, не надо, сиди. Вот что ты хочешь, чтобы ты сейчас пошел спать, а мы с тазиком по очереди дежурили у твоей кровати, что ли, а? А не надо, я могу и сам с тазиком подежурить. Так, все. Мать, ну-ка давай ремень, давай. Давай ремень мне. А давайте ему лучше с утра воды не дадим. Я согласен. Если бы ты знал, на что ты сейчас соглашаешься. Надо его наказать, чтобы он это запомнил навсегда. Все, давай тащи ремень, я сейчас тебе покажу. Ты что это? Изверг? Ребенка пороть вздумал? Дед, ты что-то переигрываешь, видишь, нет, а? Я же его попугать хочу. Чего ты все ломаешь? А давайте его расстреляем. А что? У нас в 52 году так 16 человек пить бросили. Пить старый. Что? Совсем с ума сошел. Кто это пить старый? О, мне в школу пора, я пошел. Стоп! Ты сейчас пойдешь, проспишься, а завтра я с утра с тобой по-другому поговорю. Понял, нет? А, пап, мам, а можно вопрос? Чего еще? Чего? Последний. Я это... А можно у нас Андрюха переночует? А то ему, походу, спать негде-то. Здрасте. Наталья Павловна. Познакомьтесь. Спокойной ночи, Андрюша. Ну что, поздравляю, отец. Хорошего сына воспитали. Может быть, не идеального. Но по сравнению с этим золото. Леонид Ермольник, Елена Матюшенко, Максим Сокол и Юрий Сокол. Ваши аплодисменты. Всем добрый ночей. Просто скажи, Люда, я хочу помидор. Люда, я хочу помидор. Шарлатан! Шарлатан! В тюрьму его! В тюрьму его! В тюрьму? Всем добрый ночей! Все, ребят, старые, добрые вестерны. Стрельба, погоня, ограбления. Салоны, виски. Доступные, очень доступные женщины. Даже у меня такое ощущение, что я в молодости был ковбоем. Но это, наверное, из-за картины «Человек с бульвара Капуцинов». Итак, в шоу «Добрый вечер» рубрика «Всемирная история». Всем добрый вечер! Во время Дикого Запада любой спор и разногласия заканчивались перестрелкой. Давай, Джонни, убей его! Засади его, пуля, глот пел! Давай, Джонни, сынок, прошпигуй этого застрата свинцов! Мама, что ты там делаешь? Давай, сынок, я в тебя верю, ты же меткий, как твой отец, земля ему пуха! Да, да, спасибо, мама. Давай, давай! Все! Несмотря на всю жестокость и брутальность, жители «Диких прерий» были довольно вежливыми. Налей мне виски, человек. Ну вот, опять стойку протирать. Эм, одну секунду. Милейший, тысяча извинений, вы не против? Всегда, папа. Спасибо. Чтобы тебя уважали на Диком Западе, нужно было всего несколько вещей. Быстрая лошадь, вот такая вот хрипоца и безмерная крутость. Джонни, твой виски! Неси его сюда. Я тебе не официант. Шукин ты сын. Настоящим ковбоем Дикого Запада зачастую было не до возвышенных чувств. Но если уж ковбой решался найти любовь, то обязательно ее находил. Эй, бармен! Мне нужна девочка, чтобы развлечься. Как насчет «Мэри Сью»? Деньги вперед. Мэри Сью, иди с ним. Покувыркаемся, красавица! Давай, мои любимые! Эй, бармен! Это твоя! Повседневным занятием любого ковбоя было приручение диких животных. На Диком Западе женщины доставались лучшим. Мэри, детка, эту ночь ты проведешь со мной. Ты ошибаешься, эта леди сегодня будет моей. Мэри, не слушай его. У меня самый быстрый кольт на Диком Западе. Мэри, у меня самый чувственный кольт на Диком Западе. Мэри, если ты пойдешь со мной, тогда ты узнаешь, почему меня зовут Большой Билл. А если ты пойдешь со мной, то ты узнаешь, почему меня зовут Ого-го, ничего себе! Я такое в первый раз вижу, Джек! Мэри, когда я загоняю стадо Биллу, мне не нужен Лассо. Когда я скачу по прериям, то я настолько крут, что не конь мне, а я ему натираю спину. Ну все, я определилась. Я иду с тобой, Билли. Почему? Да потому что ты мой муж, идиот! Давай, иди домой! Мы уже 15 лет вместе! Я сейчас покажу, мачо! Жизнь ковбоев была полна жестокости и кровопролития. Поэтому единственным выходом для них было напиваться до беспамятства. Джонни, присни мне виски и скажи, что было вчера. Я ни хрена не помню. Сначала ты выпил один стакан виски. А дальше? Потом ты выпил второй стакан виски. Стой, Джонни, я умею считать до 20. Что дальше было? Потом ты выпил. Все, Джонни, я вспомнил Бурбон делать свое дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тут я увидел Мэри, которую не видел целый год. Она подошла ко мне, и мы с ней стали целоваться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, почти. Но немного не так. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Нет. У вас дальнозоркость или близорукость? Нет. Хотите еще? Нет. Вы уверены? Да. Спасибо. Близ закончен. Спасибо большое. Спасибо. И последний вопрос. Скажите, как ваша жена относится к тому, что мы в прямом эфире? Я... Сейчас, подожди. Пока Валерия продолжает принимать подарок, давайте аплодируем Гале, она еще слышит, потому что... Гале, спасибо. Валерия, скажите, это правда, что ваш новый альбом называется Метаноия? Правильно, да. Что в переводе означает с греческого переосмысление. Есть такое дело. Как давно группа Другарика хором употребляет наркотики, скажите. Скажите, с кем вы дружите и соубизнесе? Это очень важно. Бумбокс, Скай, Оторвальд, Шима, Крихитка, Кианельзера. Вы можете обратить внимание, что девка, что у нас сегодня в гостях фан-клуб Стаса Михайлова, поэтому вы сейчас говорили не сюда. Аплодисменты, аплодисменты в небо. Вряд ли, вы сейчас, да. Еще раз, бумбокс. Это... Аплодисменты. А кто это? Видите, ну это вы выпросили. А вот, а сейчас вот смотрите, что с ними будет сейчас. Без тебя, без тебя. Учитесь, Валерий. И он мальчика отлупил на первых секундах, так что это очень активный человек. Валерий, во-первых, большое вам спасибо, что пришли. И вам большое человеческое, что пригласили. Во-вторых, мы желаем вам творческих успехов. Мы желаем. Счастья вам, да. И мы желаем, чтобы один из вечеров вы точно провели в компании нашей передачи. Честно признаться, мы всей семьей действительно смотрим эту замечательную передачу. Не только потому, что там звучит мой голос, а потому, что смешно. И нам нравится. Вы не волнуйтесь, мы подкладываем там. Э-э-э-э, есть и все. Вы снова. Валерий Харчичев, ваше посвятение. Всем добрый вечер. Я бы хотел, чтобы вы сейчас убрали от экранов. Да нет, нет, не вас, не вас, вы оставайтесь. Я хочу, чтобы вы убрали от экранов ваших любимых, милых домашних питомцев, домашних животных. Иначе впоследствии вас обвинят в жестоком обращении с ними. Потому что сейчас в программе «Добрый вечер» хит-парад самой популярной музыки. Добрый вечер. В эфире хит-парад TV Music Awards. Наш хит-парад как пищеварительная система. Мы поглощаем миллионы клипов, перевариваем их и выдаем в эфир только тщательно переработанный продукт. Ну что ж, мы начинаем. Песня исполнительницы, которая сейчас поется на экране, как песня Гайтаны для Евровидения. Такое впечатление, что вы ее уже где-то слышали. Итак, встречайте. Чики-чики мальчики, цики-цики-поцыки. Ко-ко-ко-ко-курочки, мяу-мяу-котики. Тролливали мы, летали, тили-тили, выходили, хали-гали. Мы не знали, люли-люли, как мы жили. Оу-оу-оу-оу, вот что для меня главней всего. Оу-оу-оу-оу, е-е, это моя песня о тебе. И все вместе! Оу-оу-оу-оу-оу Тоша, а второй купли Это моя песня о тебе А следующие исполнители вообще могут бы не попасть в наш хит-парад, если бы не очередная амнистия Итак, встречайте Вениамин Славянский с песней «Русская душа» Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, наша целевая аудитория вдохнула клеем и можем продолжать На следующей строчке нашего хит-парада «Мадонна» с песней «Лай слабонита» Ну что ж, мы продолжаем Ну вот в нашей студии снова появились мухи, а это означает, что мы подходим к следующей строчке нашего хит-парада, где снова улыбно расположился «Урбан Стайл» В своей песне я расскажу вам о своем районе О том, кто чем занимается, кто им управляет У кого купить оружие и наркотуз Кто держит девочек и под кем ходят менты Следующая песня писалась как саундтрек к фильму «Жеманный олигофрен, гуттаперчивый сёгун» Песня написана Осталось дождаться, пока кто-то поедет мозгом и снимет фильм с таким названием Итак, встречайся, православный хор из Иди с песней «Пост» Постится Оля и постится Игорь, постится даже метрофан Только Саша может не поститься, только Саша может не поститься Потому что исповедует и слава Чеки, православные! Ну вот и все на сегодня Это был хит-парад DV Music Awards Пока! И не забывайте, наш хит-парад, он как секс после сорока Максимум раз в неделю КОНСЕРШКА 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 Моё имя Ван Хелсинг И я зарабатываю на жизнь тем Что отрубаю бошки вампира Всё Всё, секс утвердил Если вы хотите, чтобы на ваших улицах звучал детский задорный смех Обращайтесь к нам Мы сделаем добрые ночи Субтитры создавал DimaTorzok